Здравствуйте дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня мы с вами отправимся в далекую и холодную Норвегию и посмотрим, что здесь интересного у нас есть. А интересного здесь я обнаружил всем известный такой выступ в скале, называемый язык тролля. Вот здесь он у нас находится. Здесь сделал я уже несколько меточек, конечно же. Давайте вначале посмотрим, как эта местность выглядит по карте. Можем спуститься в сам каньон такой. Ну здесь, конечно же, может быть не каньон полноценный, а именно озеро среди фьордов, которыми славится данная страна. Так, где же расположен сам язык тролля? Я, конечно, здесь очень долго искал, очень было непонятно. Он анализировал, смотрел фотографии, смотрел изображения всевозможные. Ну и в итоге пришел к выводу, что язык тролля находится вот именно здесь. Вот посмотрите, вот таким образом выглядит выступ. Можем его наблюдать. Да, конечно же, карта несколько искажает изображение, но тем не менее, все равно мы можем четко наблюдать, что вот этот выступ похож на ту скалу, которая именуется непосредственно языком тролля. Здесь вот на этой фотографии хочу обратить ваше внимание непосредственно на сам выступ, как он выглядит по форме. Ну и еще раз давайте посмотрим вот именно со спутника, вот его форма. Да, на самом деле вот в этой области и располагается сам язык тролля. Ну и перед тем, как просматривать какие-то интересные места, мне хотелось бы зачитать вот такую информацию, друзья мои. Почему норвежцы ассоциируют скалу именно с троллем? Все сводится к давнему скандинавскому поверью, которыми так богата Норвегия. В незапамятные времена жил огромный тролль, чьи размеры были соизмеримы только с его же глупостью. Он все время рисковал, испытывая судьбу, прыгал через крутые пропасти, нырял в глубокие воды и пытался дотянуться до луны с обрыва. Как известно, тролль существует с сумеречного мира и он не выходит на свет днем, потому что ходили слухи, что это может его покубить. Но он решил рискнуть еще раз и с первыми лучами солнца высунул из пещеры свой язык. Едва только солнце коснулось языка, тролль полностью окаменел. С тех пор скала необычной формы над озером Рингидалс в Атнет как магнит притягивает путешественников со всего мира. Ради удачного кадра они, как овеянные легендами тролля, рискуют своей жизнью. Ну что ж, друзья мои, да, на самом деле легенд очень много, что в Норвегии в лесах, в горах живут тролли, и жили раньше тролли, может быть, живут и сейчас. Просто скрываются мы их невидимы, их стало так мало, и не каждый их способен, кстати говоря, увидеть. Ну, в общем, информации достаточно много. И, кроме всего прочего, вот, если этот тролль высунул язык, да, солнце попало на него, и он застыл, по легенде, он застывает весь полностью. То есть фьорды, которые есть в Норвегии, вот, в Скандинавии, в принципе, полностью, да, их тоже ассоируют застывшими троллями, огромными древними троллями. Ну, так было, в принципе, испокон веков. Ну, очень красивая такая легенда, скажем так, такие красивые мифы. Ну, может быть, это на самом деле было что-то и похожее на подобное явление. Ну, а мы давайте с вами более четко рассмотрим вот этот вот уникальный выступ. Да, на самом деле похож на язык, как будто бы язык тролля. Вот он единственный остался, может быть, а здесь голова, что-то череп разрушился, и вот нет уже ничего. Да, вниз пошла его челюсть, может быть, открытая, как-то очень похоже, с чем-то, может быть, ассоируется. Хотя, конечно, не совсем уж похоже это на тролля, который застыл в виде скалы. Но, тем не менее, разрушать легенды норвежцев мы, конечно же, с вами не будем. Давайте просто полюбуемся вот на такие красивые виды на фьорды. И на само образование вот это вот, именуемое как язык тролля. Вот такая вот скала. Да, достаточно опасная она и под наклоном. Здесь надо проявлять определенную, конечно же, безопасность. Нужна хорошая обувь, не скользящая обувь, ну и близко не подходить к краю. Несчастный случай был, по-моему, если я не ошибаюсь по информации, где-то в 2005 году. Но это было единственное. Тут девушка подошла к краю, соскользнула как-то там, не удержала равновесие и упала, к сожалению. Конечно же, общий вид с этого языка тролля, он просто завораживающий. Посмотрите, как выглядит. Причем мы с вами смотрели как зимние, так и летние пейзажи. Ну, вот здесь вот зимний пейзаж у нас. В принципе, красота в каждое время года, она какая-то определенная своя. И вот здесь она вот зимнее, такое безмолвие, зимнее величие такое. Этих гор перед нами предстает. Вот такое вот обзорное у нас фото. Можем посмотреть этой местности. Несколько приблизиться. Можем спуститься несколько вниз и вот посмотреть, как выглядит местность вокруг этого озера. Кстати говоря, озеро достаточно большое. Можем с вами наблюдать, пожалуйста. Ну вот, рассматривая вот эти вот скальные образования, друзья мои, мне захотелось все-таки измерить линеечкой, какая же здесь будет высота. Давайте с вами попробуем это сделать. С самого края и вот, в принципе, до края озера, до побережья. Получается 479 метров. Вот так, в общем, считай полкилометра. Вот такой перепад между озером и высокой точкой вот этого вот побережья. Конечно же, данное место стало очень посещаемое на сегодняшний момент туристами. И довольно-таки много вот таких вот интересных изображений. Можем с вами увидеть. Кстати говоря, если подняться на гору, то здесь тоже картина не менее интересная. Не только там вот озеро с этого языка от тролля просматривается, но и горные массивы. Вот в таких облаках, в таком как бы полутумане находится. Тоже вот эта поверхность гор, тоже необыкновенно красивая. Ну, скажите, может быть, я преувеличиваю что-нибудь, наверное, красивое. Ну да, может быть и так. Знаете, даже, наверное, не то чтобы красиво, а как-то вот завораживающе. На самом деле, Север завораживает своей вот такой, опять хочется сказать, невероятной красотой какой-то. Он очень завораживает, очень манит, тянет. И кто посещал данные места, говорят, что прям вот очень мистические, может быть, какие-то загадочные. И кажется, что туда тянет потом уже постоянно. Постоянно хочется вернуться еще раз и посмотреть на вот эти вот величайшие просторы. Так, ну мы помимо того, что посмотрели язык тролля, давайте еще посмотрим, что здесь интересного нашел. Ну вот так вот сделал такую отметочку. И здесь вот ходят тролли. Вот такие вот следы непонятные, протоптанные. Но они довольно-таки, знаете, это не просто тропинка какая-то. Это, в принципе, очень хорошо протоптанные тропинки. Достаточно серьезные. Вот мне удивило это в том плане, то, что сколько народу посещает вот это место. Конечно же, это не тролли. Не могу не показать. Вот еще одну такую красивую фото. Фотографию. Посмотрите, как это выглядит. Все то же, какой вид на озеро открывается с этого скального образования. Так, ну что еще необычного здесь нашел, друзья мои? Это вот такие горные образования. Странные. Я их назвал котлы, потому что где-то просматривал еще дополнительную информацию. И вот подобные горные образования были. Их там называли именно котлы. Эти образования хорошо видны по карте. Посмотрите, спутник вот это все нам хорошо показывает. Можем приблизиться. На самом деле, это вот, как знаете, такая болячка на горе. Отдельная совершенная структура. Отдельное совершенное образование. Ну, а они вот здесь вот рядышком. К сожалению, посмотрел я изображение. Нельзя ничего рассмотреть здесь. И дополнительных каких-то еще фотографий здесь нет. Но, в принципе, вот такие образования очень-очень странные. Меня заинтересовали, почему они возникли. И каким образом. Там тоже не ясно. Можем наклонить карту, еще посмотреть. И рассмотреть это все более детально. Тем более, здесь вот я говорю, что изображение достаточно хорошее. А вот этот вот котел, так называемый, посмотрите, как будто бы он вот наслаивается на всю поверхность. Будто бы сверху что-то налили. Ну, это чисто, конечно же, мое воображение. Всего лишь на все говорю, как это все выглядит. Понимаю, что это горное образование. И ничего тут сверху не лили. Но, тем не менее, почему так вот оно появилось и сформировалось, ну, тоже достаточно интересно. Конечно, как долго сохранится этот выступ, неизвестно. Вот, в принципе, никакого основания фактически под ним мы не наблюдаем. Постепенно идет разрушение. Но, тем не менее, пока это есть, давайте полюбуемся все-таки еще раз вот этим уникальным природным образованием. Так, ну, а на этом я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался на канал Геомир. Впереди будет у нас много чего интересного.